Когда Всевышний Аллах объединил умму пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям. «Хааде араби, ва хааде руми, ва хааде фариси, ва хааде хабаши». Один араб, один римлян, другой перс, третий эфиопец. Когда вместе стали они одной уммой, Всевышний Аллах сказал «Ва аллафа байна кулубихим». Аллах сблизил их сердца. И Аллах дал нам понять, если это умма, в этой умме, братья, если в чем-то разногласят, в религиозных вопросах, в бытовых вопросах, в финансовых вопросах. Возвращение должно быть одно. Если вы в чем-то противоречите, разногласите, то вернитесь к Аллаху и к посланнику Аллаха. Кур'ану и сунне, если вы верите в Аллаха, если вы верующие в Аллаха и в судный день. Когда посланник Аллаха увидел мусульман вместе, в своих молитвах, то, что вместе они выдают закат, выплачивают закат, после этого посланник Аллаха сказал, кто после этого выйдет из подчинения и будет противоречить джаматю, и умрет на этом, умрет смертью джахилия, смертью невежды, сказал посланник Аллаха. Когда Аллах увидел то, что мы вместе встаем, дабы восхвалять Аллаху, когда все противоречия, разногласия оставили и вместе собираемся, когда увидел сахабов в таком положении, сказал, Вы лучшие из общин среди людей. Вы лучшие из общин среди людей. Почему? Почему лучшие из общин? Призываете, одобряемую, запрещаете порицаемое, и вы верите в Аллаха. Посланник Аллаха, когда покинул Медину, и потом, когда у него были некие дела, за Мединой, за пределами Медины, возвращаясь, увидел то, что сахабы начали разногласить, разделились на мухаджиров и на ансаров. Мухаджиры, жители Мекки, переселенцы из Мекки, ансары, и начали между собой разногласить. Начали обращаться к ним ансары. О, мухаджиры! Из них я бану са-киф, я бану бакр, я бану хуза-а, курайш, ка-аб, бану махзум. И когда посланник Аллаха, салаллаху алейху асалям, увидел это разногласие, силили сахабов, стало ему тяжко на сердце и сказал, Сахар-Расуль, салаллаху алейху асалям, Сахар-Расуль, салаллаху алейху асалям, закричал посланник Аллаха, салаллаху алейху асалям, Абидару аль-джахилийятива ана дайна азхурикум. По пути джахилии вы идете в тот момент, когда я среди вас. По призыву джахилии, того времени, которое было, когда вы поклонялись идолам, когда вы Аллаху предавались товарищи, вернулись назад, я же среди вас. Оставьте, оставьте это, на что бакаву, ассахаба бакаву, тогда заплакали сахабы и друг друга обняли. Заплакали сахабы и друг друга обняли. Поэтому, уважаемые братья, также когда видишь, что братья, которые вместе молятся, вместе постятся, вместе дружат. Видишь, когда у них есть разногласия в бытовых вопросах. Это так же больно смотреть на эти вещи. Когда они могут поделить доллар, когда они могут поделить евро, посягают на честь друг друга, посягают на жизнь друг друга, на здоровье друг друга, оскорбляют. Хотят показать, кто из них сильнее, кто из них круче. Один над другим высокомерится. Астагфор Аллах. Вы должны сказать, Бойся Аллаха, Субханава Та'ля. Все мы вернемся к Аллаху, Субханава Та'ля. И Аллах рассудит в том, чем мы разногласим. Аллах, Субханава Та'ля, каждого рассудит. И дабы не было вот этого у нас гонка за Дуния, хотелось бы привести один удивительный хадис, который воспитывает нас. Воспитывает наши нравственные качества. Привел хадис, который приводится также в Сахихейн, в Бухаре, ва Муслим. Каля, салаллаху алейху вассалям, инна Аллаха, азза ва челла, касама бейнакум арзакакум, кама касама бейнакум ахлякакум. Вот этот хадис должен успокоить тех людей, которые гонятся и думают, что его риск где-то в харамном, что его риск, его удел, то, что от него убегает, и он за ним гонится, и из-за этого посягает на честь своего брата. Мухаммад, салаллаху алейху вассалям, сказал, мы же верующие. Посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, поистине Аллах разделил между вашими ваш удел, ваш риск, подобно тому, как разделил между вами ваш ахляк, ваш гылк, ваше нравственное качество. А мы берем причины, мы берем причины, но Аллах, субхану алейху вассалям, в итоге предопределил. Ни одна душа не покидает эту жизнь до тех пор, пока полностью не заберет свой риск. Дальше посланник Аллах, салаллаху алейху вассалям, когда пояснил, сказал, кому-то Аллах дал больше, кому-то дал меньше. Поэтому не стоит также, этот хадис указывает на то, чтобы не стоит завидовать нашим братьям, если Аллах дал ему что-то большее, а надо говорить, Аллах, дай Аллах тебе благодать, дай тебе, Аллах, баракат, еще больше пускай даст тебе и своего блага. Это Аллах, субхану ата'алья. Аллах, субхану ата'алья, люди завидуют людям, то, что Аллах сам им дал из своего богатства. Аллах, субхану ата'алья, дабы человек успокоился и сказал, «Нахну кассамна байнахум на айшатахум фи хаятиддунья, варафа'ана ба'дум фавка ба'дин дараджат, лияттахида ба'дум ба'дум сухрия». «Я», говорит субхану ата'алья, «Мы разделили между ними их риск». Я, Аллах, субхану ата'алья, «Я им дал риск». «Я разделил между ними риск». «Я одного сделал выше другого в риск, и то есть в уделе». Субхану ата'алья, после этого, когда человек начинает завидовать, Рок Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна л-хасада, я кулу л-хасанат, кама та кулу ннару хапаба». Поистине зависть съедает благие дела человека, подобно тому, как огонь сжигает дрова, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. И также ахляк. Аллах, субхану ата'алья, кому-то дал лучше нрав, кому-то хуже нрав. Если посмотреть на нрав посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, где Всевышний, Аллах, субхану ата'алья, дает ему оценку и говорит, «Инна каля аля хулу кин азим». Поистине ты на великом нраве. Суэля, ты Аиша, рада Аллаху альхи вассалям. Тогда Аиша, рада Аллаху альхи вассалям, спросила ее, какой же был ахляк посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. На что он ответил, «Кану хулу куху ал-кур'ан». Его ахляк был Кур'ан. Кур'ан Анали, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, своими действиями давал тафсир Кур'ану, то, что приказал, он выполнял, то, что запретил, оставлял. Поэтому, когда у человека есть хороший нрав, некая категория людей принимает его благой нрав за его слабость. Но однако хочется сказать этому брату, будь на этом стойким. Не смотри, что тебе говорят люди, принимают они за слабость или нет. Поистине, если не ценят это те, кто на земле, вааллахи, ценят этот нрав те, кто в небесах рядом с Аллахом, субхану ате аля, ангелы, которые днем и ночью поклоняются Всевышнему Аллаху, субхану ате аля. После этого пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Валлаху ю'уты, аль-дунья мэн юхиббу, а мэн ла юхибба». Удел из этой жизни, эту жизнь, богатство, Аллах дает тому, кого он любит, и тому, кого он не любит. Аль-нас яшшшширикуна джами'ан фид-дунья. То есть в этой жизни, чтобы что-то заработать, все люди вместе работают. И верующие, и неверующие, и лицемеры, и такой религии, и такой, и другой человек. То есть они все вместе в этой жизни трудятся, работают. Кому-то Аллах дает больше, тому, кому-то Аллах, субхану ате аля, дает меньше. Верующим человеку, может быть, Аллах, субхану ате аля, из этой жизни даст что-то меньше, другому неверующему. Может быть, Аллах даст из богатства этой жизни что-то больше, но это не пример, то, что Аллах любит этого человека. Некоторые думают, что неправильное понятие, вот этот хадис, разрушает стереотипы тех людей. Если думают человеку, например, в этой жизни Аллах дал больше богатства, больше дом, дороже машины, лучше работать, то, что Аллах его любит, от того, который поклоняется Аллаху, он ему дал меньше, Аллах говорит, нет. Вот этот ответ. Посланник Аллаха сказал тому, кого он любит и тому, кого он не любит. Почему? Потому что пророк Мухаммад сказал поистине вся эта Дунья и все богатство, которое в ней есть, перед Аллахом даже крылышко комара не стоит. Крылышко маленького комара дороже перед Аллахом живого вот этого маленького комара, чем все это богатство, эта Дунья, в Аллах. Если бы стоило хотя бы крылышко комара, неверующему человеку Аллах не позволил даже бы сделать глотка воды. Но Аллах, и Ислам побуждает брать причины, зарабатывать, но из халяльного и тратить на халяльное. Скажи, кто может запретить красоту, которую Аллах вывел для своих рабов? И все прекрасно из удела. Ризк — это не только еда, ризк — это не только деньги, ризк — это не только хорошая работа, ризк — это небольшая зарплата. В небесах ваш ризк, ваш удел и то, что обещано вам. Когда ты приходишь домой, видишь, что твоя супруга в хиджабе, то, что она молится, то, что она тебя встречает, то, что твои дети повторяют Кур'ан, хорошо учатся. Когда ты заходишь, они встают перед отцом из уважения к отцу, обнимают его, встречают его, провожают его. Это тоже ризк от Аллаха, когда ты видишь хорошее отношение между братьями, это тоже ризк от Аллаха. И в конце этого, и вот этот ризк Аллаху дает тому человеку, сколько ему предопределено. Ни больше, ни меньше он не возьмет, поэтому не стоит гнаться за этим ризком. Ризк нужно, аль-хамду-ля, брать из халяльного, тратить на халяльное, и чтобы вот эта вот работа нас не отдаляла от поминания Аллаха, субханава-те-Аля. Астахфорулах, когда человек говорит, у меня нету времени молиться, читать намаз, потому что у меня работа. Астахфорулах, для чего ты пришел в эту жизнь? Для чего Аллах тебя сотворил? Вечно тут будешь. Чтобы работать, ты должен, субханава-на-лах, кушать, чтобы жить и поклоняться Аллаху, субханава-те-Аля, а не жить, чтобы кушать. И не знать еще откуда там потом проблемы там на работе, здесь и гонится, гонится, и так далее. Забывай о основном, ради чего Аллах, субханава-те-Аля, его сотворил. И в конце этого хадиса пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалам, сказал, Поистине Аллах не дает религию и не дает веру, а кому он дает? Кроме для тех, кого он любит. Кроме для тех, кого он любит. Поэтому, субханава-те-Аля, если мы чувствуем то, что Аллах дал нам свою религию, то, что если мы чувствуем, то, что Аллах, субханава-те-Аля, наградил нас иманом, вот это далиль, уважаемые братья, вот это доказательство того, что Аллах, субханава-те-Аля, нас любит. Приближение к Аллаху, субханава-те-Аля. Как это приближение к Аллаху нам должно быть? Во-первых, мы должны беречь нашу религию. Если, аль-хамду-ля, мы в поклонении Аллаху, субханава-те-Аля, то, что мы должны беречь. во-первых, беречь то, что Аллах нам дал это поклоняться подчиняться Аллаху и посланнику Аллаха и также беречь, чтобы не потерять религию, не потерять веру а как ее не потерять? отдаляться от всего того, что запретил Аллах и посланник Аллаха Аллах, Субхану Атану, вывел шайтана отдалил его от своей милости мы просим Аллаха, Субхану Атану, чтобы он нам с вами отдалил от своей милости один из хулафа, из правителей Аббаситов когда его заставили написать чтобы он оставил правление когда он подписал своей рукой в это время Аллах, Субхану Атану, дал ему возможность обратиться ко Всевышнему Аллаху, Субхану Атану и сказал он Я Иллах, Я Рабби Кама хала'атани ан хиляфатик Фа ла тихла'ани ан рахматик О мой Господь как ты меня отдалил от правления не отдаляй меня от своей милости не отдаляй меня от своей милости Валлахи иногда приближение к некоторым из людей заселяет радость в сердце и это приближение как бывает когда ты вместе с ними когда ты вместе с ним рядом находишься когда ты вместе с ним проживаешь вместе с ним проживаешь жизнь когда ты их навещаешь то есть когда ты приближен от неких людей которых ты любишь заселяет радость в сердце а как курбин Аллах а как если ты близок от Аллаха если ты близкий раб Аллаха как проявляется близость к Аллаху через поклонение Ему когда мы в домах Аллаха сейчас мы в доме Аллаха сейчас мы близки от Аллаха когда мы делаем сажда и любим чтобы самое ценное что есть это голова лоб и мы делаем это сажда на землю и это делаем ради Аллаха мы приближены в этот момент приближенные к Аллаху когда мы когда мы вместе с приближенными рабами Аллаха на каком-то джамаате где-то мы сидим читаем Куран поминаем Всевышнего Аллаха дома в своем доме брат в комнате в углу есть сажда в углу есть коврик ты его расстеляешь встаешь и говоришь Аллаху Акбар рядом за тобой стоит супруга в другом углу твои дети все выпоминаете Аллаха и делаете намаз это приближение к Аллаху когда ты идешь едешь на машине и тебе говорят что такая-то такая-то какая-то женщина у нее есть ребенок которого она не знает где ему найти деньги чтобы накормить этого ребенка ты идешь навестить ее что тебя в Аллахе что тебя побудило навестить ее и помочь ей ничего кроме как приближения к Аллаху дабы приблизиться к Аллаху близься к ней помоги этому человеку постарайся помиловися Аллаху отдалить его лицо от того положения в котором он находится дабы Аллах отдалил твое лицо от ада от пламени ада поэтому в Аллахе с любым человеком которому Аллах дал высокого положения в торговле в бизнесе когда встречаешься общаешься и спросишь и вы спросите верующий если Аллах дал ему тавфиq самые прекрасные моменты в твоей жизни когда Аллах и он ответит когда я поклонялся Аллаху слаще этого я ничего не чувствовал слаще этого я ничего не чувствовал поэтому дабы чтобы мы были близки к Аллаху и крепки на религии Аллаха стойкими посмотреть в Куран не быть среди тех кого проклял Аллах например Фираун Аллах его проклял за что? за то что он высокомерился сказал я ваш великий Господь не быть высокомерным не быть среди тех кто высокомерится Аллах проклял притеснителей кто притесняет верующих кто посягает на честь верующих человека не быть из числа них и не быть вместе с ними Аллах проклял то кто кушает дает деньги под проценты берет под проценты не быть среди них не делай не заниматься такими вещами отдаляться от этого дабы не быть под проклятием Всевышнего Аллаха Субханаху чтобы он нас укрепил на его пути чтобы сделал нас братьями любящими друг друга ради Аллаха Субханаху о мой господь помимо меня у тебя много рабов поклоняются тебе на востоке на западе но у меня нету господа помимо тебя я доволен тобой как господа моим и ты будешь доволен мной как рабом твоим я говорю я говорю ма тесмямон астагфор الله ли и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok